всем привет сегодня на обзоре новый альбом немецкой трэш-метал группы creator собственно от этого самого трэша на новой пластинке осталось не так много но в любом случае альбом получился довольно интересным разнообразным и несколько экспериментальным в любом случае о нем долго будут спорить как музыкальные критики так и фанаты итак поехали ветерана немецкого трэш-металла группа creator в этом году отмечает свое 40-летие ну это если брать за момент основания появление коллектива под названием тормэнта а также выпускают свой новый уже 15 по счету альбом который фанатам опять пришлось ждать целых пять лет creator это вторая группа из так называемой большой кефтонской четверки трэш-металла которая в этом году выпустила пластинку напомню что ранее новым альбомом порадовали еще одни ветераны трэш-металла группа destruction тем интереснее будет сравнить эти два новых релиза а также послушать что нового интересного предлагают мили петроца и компания по сравнению с прошлым альбомом семнадцатого года который к слову сказать собрал весьма полярные отзывы с момента выхода прошлого альбома коллектив претерпел некоторые кадровые изменения с девятнадцатого года новым бас-гитаристом стал француз фредерик леклерк бывший участник dragon force заменивший кристиана гизлера который был членом creator более 20 лет кроме того группа решила отказаться от услуг продюсера йенса бограна с которым было записано несколько альбомов новым продюсером стал артур риск работавшие с кавалера конспирасы и soul fly в общем то ли в связи с пандемией то ли еще по какой-то причине но материал для альбома начал записываться только в сентябре 21 года студия ханса и студия вонг что в берлине до выхода самой пластинки группа выпустила три сингла на которой были сняты видеоклипы готовая же пластинка вышла 10 июня на лейбле nucleoblast сам лейбл так прокомментировал выход нового альбома спустя пять лет определяющая жанр группа представляет свою самую политическую работу на сегодняшний день хэйт-пуба алес смелое заявление против ненависти и разделение общества в современном мире совершенствуя свой фирменный звук треш металла который вдохновлял бесчисленное множество других групп за последние четыре десятилетия ему удалось сократить разрыв между старой и новой школы по-прежнему охватывая новую аудиторию играя концерты с аншлагами для еще большей аудитории новый альбом содержит 11 треков сокрушительное безумие заглавного трека зажигательный strongest of the strong с участием всемирно известного силача патрика бабу мяна ностальгия в become immortal или феерия midnight sun делают новый альбом группы самым разнообразным и захватывающим на сегодняшний день ну а лидер группы мили петроца так прокомментировал новый альбом цитата альбом отражает то время в которое мы живем все очень громко и агрессивно то как мы общаемся изменилась благодаря социальным сетям это вызывает большой дисбаланс мир находится в плачевном состоянии жизнь сейчас не гармонично она дисгармонично вот куда я шел с названием что касается музыки он определенно другой не трудно описать но я думаю что это определенно больше трэш в нем много мелодий и в нем много традиционных частей в нем много ингредиентов последних четырех или пяти альбомов но в нем также есть и некоторые очень старые моменты я думаю что это определенно следующий шаг в общем забегая вперед хочется сказать о том что те кто ждал возвращения к сырому и олдскульному трэш металу будут разочарованы новый альбом продолжает ту же линию которую они создали с предыдущими альбомами смешивая остатки трэша запоминающимися мелодиями мало того хейт уба алес даже усиливает мелодию в звучании группы делая намеки на традиционный хэви метал а иногда и на power metal делая этот альбом самым экспериментальным с двухтысячных годов в то же время креатор не смягчается поскольку интенсивность трэша все еще присутствует хоть и не в полном объеме альбом начинается с красивого но не совсем понятного минутного вступления серхио карбуччи из дед итальянский кинорежиссер умер еще в девяностом году и прославился как постановщик так называемых спагетти вестернов которые выделялись запредельным для своего времени уровнем жестокости и насилия а также снимал комедии в том числе известные такие как сеньор робинзон и блеф далее идет заглавный трек хэйт уба аллос очень многообещающее начало для альбома открывается классической атакой креатор и криком мили петроца это быстрый злобный и достаточно агрессивный трек с названием которое переводится как ненависть превыше всего воздействие песни усиливается заразительным припевом а музыка демонстрирует умение группы играть треш с мелодиями как позже выяснится это лучшая композиция на альбоме следующая композиция также агрессивно но в ней уже появляется влияние традиционного металла в середине она замедляется и наполняется чрезвычайно мелодичными гитарными партиями и соло краж the tyrants начинается с довольно изящного барабанного вступления это среднетемповая и кочевая композиция здесь группа приближается к еще более мелодичному звучанию и они продолжают поддерживать его на протяжении всей серии последующих песен второй сингл с альбома strongest от the strong на который был снят видеоклип сам клип снимался в южной африке а в самом видео можно увидеть известного вегетарианского бодибилдера патрика бабумяна и собственно саму группу creator в окружении красных может быть даже советских флагов музыкальном плане композиция весьма мелодична в среднем темпе на стыке традиционного хэви трэш металла а еще мне чем-то напомнила мелодик дед типа children of boden с очень ярким и чистым звуком в общем возвращение к корням и здесь не случилось хотя песня и претендует на некоторую хитовость милле так прокомментировал эту композицию цитата strongest out of strong представляет каждого человека на этой планете который стремится стать силой добра в мире наполненном множество плохих вещей это прямолинейное послание которое может донести только один человек его зовут патрик бабумян здорово работать с ним в студии над клипом мы надеемся что вам понравится become immortal представляет из себя традиционный хэви металл с эпическим вокалом как мне показалось вступление чем-то похоже на фэнтом от the opera группа iron maiden песня посвящена созданию и развитию самой группы так сказать взгляд на их легендарную карьеру на песню сняли клип а в роли молодых creator выступают музыканты молодой немецкой трэш-металл группы destroy them комментирует мили петроца цитата видеоклип основан на тексте песни которая представляет собой полный цикл от наших ранних лет как группы вплоть до выпуска нашей последней пластинки канка and destroy открывается очень мелодичная гитарная гармония переходящая в яростный треш куплет и далее в мелодичный припев с той же гармонии что и во вступлении гитарные соло очень гармоничные появляются в нужное время присутствует даже чистый вокал звучащий в унисон с гитарами то есть группа опять же используют ту же самую заезженную схему замедления треков с более быстрыми и агрессивными рифами переходящими в мелодичные гимноподобные припевы еще один сингл с альбома неоднозначная композиция midnight sun с участием приглашенной вокалистки софии портонет которая тем не менее вносит еще больше разнообразия и в без того разнообразный альбом но в то же время ее присутствие кажется неуместным и портит песню сама же композиция обладает очень интересным вступлением а также мрачным атмосферным и мощным припевом мире петровца прокомментировал цитата midnight sun это что-то немного новое для нас мы впервые сотрудничаем с артисткой женского пола когда я писал эту песню я сразу же позвонил своей талантливой подруги софии которая является начинающей вокалисткой софия добавила именно то что я искал и придала песни действительно мрачную неземную атмосферу это второе видео которое мы сняли с томом и его командой концепция была составлена основе текста песни действия которой по моему замыслу должно было происходить во время ритуального жертвоприношения том вернуться с идеей основанной на фильме ужасов миссамар ари астера который обладает мощными визуальными эффектами идеально подходящими для убойного метал клипа темп снова набирает обороты на диманик фьюча и опять появляется переключение на более медленный и массивный мелодичный припев это та тенденция которая проходит через весь альбом целом очень мелодичная композиция с красивыми гитарными гармониями pride comes before the fall открывается этаким колыбельным вступлением с чистым голосом постепенно переходя к более привычным звукам группы с очень мелодичным припевом далее идет более медленная атмосферная часть трека плавно перетекающая в быстрый темп с гитарным соло dying planet написано миле в соавторстве с леклерком является самой длинной композиции на пластинке среднетемповая песня с готической атмосферой и мелодией очень непохожая на классический материал creator и самая прогрессивная на всем альбоме завершается она более медленной секции с разговорным вокалом ну и в качестве вывода альбом произвел двоякое впечатление если вы фанат сырого и настоящего трэш металла то вам альбом вряд ли понравится ну может быть пару тем а вот если вы хотите чего-то нового и непредсказуемого от creator то этот альбом однозначно для вас пластинка получилась очень разнообразной с очень разноплановым материалом от трэш металла и мелодик дэта до классического хэви металла в этом отношении новый диск destruction более относится к трэш металлу и выглядит намного предпочтительней все три сингла вышедшие до выхода альбома плюс один представленный в день релиза отлично характеризует весь альбом в целом группа явно находится в поиске новых идей для своего развития не обошлось конечно и без коммерческой составляющей но с другой стороны рубить на протяжении 40 лет классический немецкий трэш все-таки скучно лучшие треки альбома это заглавная хейт убор альс мелодичная стронга спата стронг и как это ни странно midnight sun это та которая с женским вокалом ну а на этом все спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч